Привет, друзья! Мы завершаем серию выпусков о подводной части яхты. И в этой серии мы рассмотрим такой важный элемент, как винт. Винт у нас находится под водой и за счет своего вращения толкает нашу яхту вперед. Практически на всех яхтах, если только не брать самые маленькие какие-то модели, есть двигатель так или иначе, и под двигателем мы в любом случае совершаем маневрирование. Швартовки, отшвартовки. Мы пользуемся двигателем, когда идем с неблагоприятным ветром, нам нужно куда-то дойти, и поэтому это тоже важно для парусной яхты, не меньше, чем паруса. Почему важно знать какие-то особенности, как устроены винты? Потому что это напрямую влияет на маневрирование яхты, а также по-разному сказывается в различных нештатных ситуациях. Обо всем об этом мы сегодня поговорим. В конце видео разберем типичные примеры каких-то нештатных ситуаций, которые могут быть с винтом. Это намотка чего-то на винт, это какие-то повреждения. И, конечно же, поговорим о таком эффекте, как заброс кормы, с которым в любом случае столкнется каждый их смен. Да и с намоткой на винт тоже каждый их смен рано или поздно все равно столкнется. Но перед этим мы разберемся, какие, в принципе, бывают винты, с чем они отличаются, у каких конструкций, какие отличительные черты, их какие-то плюсы и минусы, компромиссы, маркировки и все, что с этим связано. Если вам интереснее чисто практические моменты и всякое строение вам пока не так важно, то ныряем вниз в описание, там будет, как всегда, тайм-код, и вы можете перейти сразу же к разбору каких-то практических ситуаций, с которыми вы непременно встретитесь на воде, управляя яхтами. Ну а пока мы начнем все же со снов и определимся вообще о том, что такое винт и как он работает. Сразу хочу предупредить, если вы хотели бы найти в этом видео ответ, какой винт поставить на какое-то конкретное ваше судно, то такого ответа вы здесь не найдете, но узнаете почему. Потому что очень много факторов нужно учесть, и даже на очень похожих судах с очень похожими двигателями возможно понадобится установка, и будет оптимальная установка разных типов винтов. Поэтому если вам нужно выбрать винт для своего судна, то лучше всего обратиться к производителю, как винтов, так и самих судов уже, возможно, есть какие-то подобранные, проверенные варианты в зависимости от ваших условий эксплуатации. Либо сообществом тех, кто уже эксплуатирует суда такого типа, например, в каком-то сообществе водномоторников, можно найти информацию о том, какие винты лучше подходят на популярные модели каких-нибудь катеров. либо обратиться к специалистам, которые в этом что-то понимают, и они рассмотрят ваш конкретный случай, дадут свои какие-то рекомендации. Почему это сложно? Почему я говорю, что это нельзя вот так просто разобраться по винту? Винт это такой элемент, наверное, единственный, я не могу сейчас по памяти придумать какой-то другой такой элемент, который тестируется и подбирается во многом уже, когда яхта современная спроектирована и спущена на воду. Естественно, все это рассчитывается в компьютерных программах, проектируется, моделируется, симулируется. Но когда яхта или катамаран готовы уже спускаются к верфи, зачастую они проходят ходовые испытания с несколькими разными типами винтов. И уже по результату этих испытаний выбирается, какой винт пойдет в реально вселенное производство. Поэтому это очень сложно рассчитать, как видите, даже имея профессиональное оборудование и штат специалистов, которые над этим работают. От того, какой выбран винт, шаг его, диаметр, размер, дисковое соотношение и так далее, мы все это сейчас поговорим, что это такое, будет зависеть ход яхты, ее скорость, ее экономичность, нагрузки на двигатель, нагрузки на коробку передач, на редуктор и то, как этот винт будет притормаживать наш корпус, когда мы идем под парусами. Для парусных судов все еще сложнее, потому что винт должен не только толкать ее эффективно, когда она идет под мотором, но и иметь минимальное сопротивление, когда яхта идет под парусом. Потому что если он будет стоять и тормозить нас, когда мы идем под парусами, это тоже будет плохо. Также он может вращаться, либо не вращаться, фиксироваться, либо не фиксироваться. Здесь очень много переменных. Про двигатель яхты, который создает крутящий момент, мы поговорим в одном из следующих роликов, когда уже будем разбирать судовые системы внутри. Но двигатель это двигатель, а винт у нас это движитель. То есть есть двигатель, то, что создает некий крутящий момент, и движитель, то, что отталкивает нас от какой-то среды и позволяет двигаться. То есть движителем для автомобиля, скажем, являются колеса. Если вы гребете на какой-то лодке, байдарке, то движителем у вас будут являться весла. Ну, при отсутствии двигателя. Когда мы идем под парусами, то у нас нет двигателя, он не эксплуатируется, но у нас есть движитель в виде парусов. Вот то, что толкает нас, создавая некий упор, называется движителем. Здесь важен именно упор. Как это происходит? При своем вращении винт отталкивает часть воды, создавая в ней упор, и таким образом продвигает яхту. Соответственно, чем больше винт, и чем больше у него вот этот загиб лопастей, чем больше сами лопасти, тем больше упор он создает. На винтах всегда есть маркировка. Если мы выдвинем и подсчитаем, то мы сможем увидеть здесь следующие параметры. Это диаметр окружности. Это довольно понятная величина, просто вот от крайних точек лопастей. Шаг винта. Шаг винта – это такое понятие, которое говорит нам о том, сколько воды в миллиметрах, в сантиметрах оттолкнет винт за один свой оборот. Чтобы понять, как работает шаг винта, можем представить себе какой-то большой шруп, который мы закручиваем в доз. У шурупа может быть резьба более мелкая, витки ближе друг к другу, и резьба более крупная. С мелкой резьбой при одном обороте мы провернем на расстояние между соседними нарезками резьбы. То есть это будет маленькое расстояние. Если резьба вот такая большая, то за один оборот у нас провернется на одно вот такое большое расстояние. Вот это как шаг винта. То есть чем больше шаг винта, тем большее количество воды отталкивает винт от каждой своей точки за один оборот. Единственное, конечно, что поскольку вода – это у нас не дерево, и яхта не пройдет ровно это расстояние. То есть в теории как бы оно могло бы быть так, но на практике у нас так не получится. То есть мы оттолкнем, допустим, сантиметр воды, яхта не пройдет этот сантиметр за этот оборот винта. Она пройдет, может быть, там где-то половину сантиметра. И здесь у нас шаг винта делится на две составляющие. Это поступь. Поступь – это то расстояние, на которое пройдет само судно за оборот винта. И скольжение – это остаточный участок, то есть то, сколько винт проскользит в воде. То есть если бы вода была твердой, то у нас поступь была равна шагу винта. Поскольку вода у нас не твердая, то винт проскальзывает в воде, и, соответственно, эффективность его где-то там порядка 50%, можно сказать, для парусной яхты, для каких-то крупных моторных судов. Это соотношение такое более эффективное. Но и там и винты большие, там нет задачи сделать, чтобы они создавали меньшее сопротивление, потому что они не ходят под парусами. Казалось бы, чем больше шаг винта, тем лучше. При меньших оборотах будет у нас судно двигаться быстрее. Но здесь всегда нужен какой-то оптимальный момент. Это как коробка передач в автомобиле. Когда мы едем в горку, нам нужна низкая передача для того, чтобы была больше мощности. Иначе будет двигателю просто тяжело не затолкать автомобиль. То же самое с винтами. Поэтому винты можно условно разделить на грузовые и скоростные. Вот грузовые винты используются больше именно на парусных яхтах, либо на судах тяжелых, в которых нет задачи идти быстро по двигателям. Они на это не рассчитаны, и форма корпуса на это не рассчитана. То есть даже если вы поставите мощный двигатель, скоростной винт, он быстро все равно не пойдет. У него другие задачи у этого судна. И сюда ставится грузовой винт, который не даст возможности двигаться быстро, но он даст возможность двигаться как бы на низкой передаче. То есть толкать яхту в сложных условиях, сквозь волну, через встречный ветер, и продолжать эффективно работать на тяжелом нагруженном судне, при этом не перегружая двигатель и трансмиссию. Это маленький шаг, когда малое количество воды толкается за один оборот. Для сравнения можно представить, что вы копаете снег, вы взяли маленькую лопату и копаете по чуть-чуть. Копать вы будете медленно, но ваши руки не будут так сильно уставать, потому что маленькое количество снега вы отталкиваете этой лопатой за один раз. Если вы возьмете большую лопату, то возможно вам будет очень тяжело, потому что большое количество снега вы хотите оттолкнуть. Так работают винты с большим шагом. Это как большая лопата, которая откидывает много снега. Также винт с большим шагом является скоростным, и он откидывает большое количество воды за один оборот. Ну и требует он, естественно, большей мощности двигателя, более физически прочных всех агрегатов внутри. Но это что касается, сколько каждая точка этого винта откидывает воды за один оборот. Но, естественно, лопасти у нас еще их могут быть вот здесь, видите, две, их могло бы быть три или четыре, сами лопасти могли бы быть шире. И тогда, помимо того, сколько откидывает каждый отдельный кусочек винта, у нас есть еще общее пространство. И чем винт сам больше, лопасти больше, тем больше в целом воды он откидывает. Это все равно, как с этой лопатой закидывали бы не только вы один, а 10 человек кидали бы маленькой лопатой, или 20, или 30, или 40. То есть, вся работа выполнялась бы эффективнее. Есть такой параметр, как дисковое соотношение. Если мы представим сейчас здесь полный круг, вся окружность, которую описывает винт при вращении, то можно видеть, что вот эти две лопасти занимают от него, ну, процентов, наверное, 30. Вот это дисковое соотношение. В данном случае, там, близко к 30%. Можно его, как в виде соотношения записать. Если бы у нас было 4 лопасти, то это было бы там уже где-то там порядка 50-60, может быть, процентов, ну и так далее. Или лопасти были бы шире. То есть, дисковое соотношение у нас бы увеличилось. И здесь мы подходим к важному компромиссу. Нам нужно и эффективно толкать воду, и двигаться под двигателем, и при этом не иметь очень большого сопротивления в ходе под парусами. Естественно, фиксированный винт, у которого лопасти не складываются, если бы у него было большое дисковое соотношение, он очень плохо показывал бы себя в ходе под парусами. То есть, он бы нас очень сильно тормозил. Поэтому вот здесь лопасти фиксированные, и дисковое соотношение маленькое. Плюс мы можем этот винт зафиксировать вот в таком положении. К сожалению, мы не можем, находясь в кокпите, понять, в каком положении мы его фиксируем. То есть, если мы его не фиксируем, двигатель остается в нейтрале, то винт у нас будет свободно вращаться. Ну, по опыту, конкретно на этой яхте, начиная где-то с 4,5-5 узлов скорости хода под парусами, винт начнет ощутимо вращаться. Вы это услышите по некому шуму вращения и по вибрации. Для того, чтобы этого не было, мы ставим ручку газа-реверс в положение заднего хода. В этом случае у нас подключается задняя передача в редукторе, и винт блокируется. Он перестает вращаться в воде. К сожалению, мы не знаем, в каком положении он остановился. В таком, либо в таком. Поэтому некоторые их смены, когда хотят показывать хорошие результаты в гонках, и у них вот подобная эта система винта, прямо ныряют, ставят его в нужное положение, фиксируют, проверяют, что он стоит именно вот так вот, а не вот так вот. Потому что так он закрыт у нас фальшкилем, и не создает дополнительного сопротивления, а так, естественно, создает. Иногда можно это почувствовать, ставя на задний ход, потом снова в нейтраль, потом снова на задний ход, и смотреть, как ведет себя яхта. То есть, можно иногда это вычислить. Либо можно сделать какие-то метки на валу и смотреть это внутри. Но это, скорее всего, будет неудобно. Есть, конечно, винты со складывающимися лопастями и с лопастями, которые встают во флюгерное положение. Но мы о них поговорим отдельно, немножко позже. Пока просто запомним для себя, что дисковое пространство это некий процент, который занимает лопасти от общей площади круга, который описывает винт при своем вращении. Следующий параметр, который мы здесь можем видеть, очень интересный для нас и очень важный, это то, какое направление имеет винт. То есть, винт может быть левого вращения, может быть правого вращения. При ходе судна вперед винт левого вращения вращается против часовой стрелки, а винт правого вращения вращается по часовой стрелке. Здесь, соответственно, подписан на какой-то винт. В данном случае у нас винт левого вращения. То есть, вращается он при ходе под двигателем вперед вот таким образом. И мы можем видеть, как он будет отталкивать воду. Естественно, то, какой у вас винт левого или правого вращения, зависит от того, как у вас устроен двигатель, в какую сторону вращается его вал, и как у вас устроен редуктор. То есть, как правило, реверс-редуктор устроен таким образом, что при ходе вперед у вас зацепляется одна шестеренка с другой, и поэтому направление вращения двигателя и направление вращения винта, они будут в разные стороны. Именно поэтому есть такая запутка с этим реверсом. Иногда, когда люди говорят, включаем реверс, некоторые имеют в виду заднюю передачу, то есть мы идем назад, реверсивное движение, а некоторые имеют в виду под этим словом движение вперед, имея в виду, что мы включаем реверсивную вот эту шестеренку в нашем редукторе поэтому здесь иногда можно запутаться в частности в вопросах к билету гимс есть такой неоднозначный вопрос там написано что как будет вести себя судно при включении реверса и при этом написано в скобочках заднего хода вот если просто убрать вот это пояснение в скобочках тогда становится непонятно что же они имели в виду и вообще это слово лучше конечно оттуда убрать потому что она вносит некоторую сумятицу конечно у винта есть еще диаметр ну диаметр вала на которую надевается но это чисто технический параметр понятно что под вы его подбираете чтобы подходила диаметр вала к диаметру винта есть еще у нас такой параметр он его сложно записать потому что он везде меняется это вот этот угол изгиба лопастей то есть видите лопасть более плоская здесь и более искривленные здесь ближе к винту почему так сделано кто-то может сказать что у нас разный шаг винта здесь и здесь нет шаг одинаковый просто вот эта точка проходит за один оборот гораздо большее расстояние но если вы посчитаете по окружности чем вот это и смысл в том что и эта точка и эта точка имеют одинаковый шаг просто это проходит меньше расстояния поэтому здесь искривление должно быть больше чтобы тоже самое количество воды каждая точка винта вот здесь толкнула как и точка винта вот здесь то есть если эта точка проходит вдвое меньше расстояние чем вот это за один оборот то тогда она должна быть в два раза дальше от ну какой-то плоскости чтобы толкнуть в два раза больше воды за это же расстояние чтобы шаг винта оставался постоянным у нас что здесь что здесь что здесь лишь так винта, величина постоянная. Следующая конструкция винта, которую мы можем видеть на этой яхте, это винт со складными лопастями. К сожалению, они здесь запечатаны, и я сейчас в яхт-клубе не нашел. У нас вообще довольно мало яхт со складными винтами, и вот не показать его в незапакованном виде. Для чего их так упаковывают на зиму? Я думаю, что в большей степени это некая антивандальная мера, чтобы он тут не светился. С точки зрения защиты от внешнего воздействия, сомнительная история. Как по мне, так там накапливается всякий конденсат, это не очень хорошо. Но так или иначе, мы говорим о винтах, и складные лопасти, это очень хорошо для парусной яхты, потому что при ходе под парусом мы блокируем редуктор, ставим на передачу, важно только ставим именно на заднюю передачу, и винты у нас под воздействием потока воды, они у нас складываются. Соответственно, со сложенными лопастями винт создает минимально возможное сопротивление в воде, и это улучшает характеристики хода под парусами. Поэтому складные винты для парусной яхты – это более правильное решение, чем винты с винтами фиксированными. Но, конечно, у них есть и некоторые недостатки. Например, вот здесь нет какого-то синхронизирующего механизма, здесь каждая лопасть конкретно у этого винта сама по себе складывается и раскладывается под воздействием упора в воде и центробежной силы, когда он начинает работать. И если в этот механизм складывания-раскладывания что-то попадает, налипает, какая-то грязь попала, песок, может, какой-то кончик веревки, может быть такое, что лопасти разложились неравномерно. То есть одна больше, другая меньше. Могут они обе не разложиться, такое тоже может произойти со складным винтом. Когда вы включаете ход, задний и передний винт у вас не до конца раскладывается или не раскладывается в правильное положение. В этом случае может потребоваться нырнуть и разложить его руками, либо убрать какое-то препятствие, которое мешает ему разложиться. То есть вот такая обратная сторона может быть у винтов со складными лопастями. Также чаще всего в современных яхтах. Ну, у нас здесь, так вот мне не показать, но если погулять в какой-нибудь марине, там, где-нибудь в Средиземке, в основном вы увидите трехлопастные винты. Бывает и четырех, ну, больше я не видел на парусных яхтах. Чаще всего трехлопастные винты, и там есть механизм синхронизации. То есть специальная шестеренка, и все лопасти раскладываются одинаково. То есть там не может быть такого, что там две разложились, одна не разложилась. То есть они все как бы соединены через определенную систему шестеренок. Такая система синхронизации раскладывания лопастей, она, конечно, более надежна. Но она, в свою очередь, несколько сложнее, естественно, дороже. Еще один очень интересный вариант конструкции винта – это так называемый ВРШ – винт регулируемого шага. То есть здесь у нас лопасти и не фиксированные, и не складные. Они у нас могут поворачиваться. Сейчас я не смогу провернуть, но смысл в том, что каждая из лопастей может поворачиваться. Они синхронизированы, и, соответственно, здесь даже нет как таковой задней передачи в редукторе. То есть когда яхте нужно двигаться назад, просто лопасти поворачиваются в другое направление и толкают воду в другую сторону. Но есть конструкции разные. Есть, где и задняя передача есть, и регулировка шага тоже есть. С одной стороны, регулировка шага позволяет подобрать оптимальный шаг при движении с разной скоростью, с разными оборотами двигателя. Но есть и ряд минусов у этой системы. В том числе, вы видите, вот на практически всех, которые я видел, винты регулируемого шага лопасти у нас вот такие практически плоские. То есть очень маленький у нас шаг винта, и, соответственно, нужны более высокие обороты для того, чтобы яхта двигалась. В частности, вот такие винты на парусных яхтах, которые, по крайней мере, у нас здесь в Петербурге, я встречал в основном, эта система ставилась на яхты, имеющие бензиновые двигатели, более высокооборотистый, чем дизель. Но с этим связано, что нужен меньше шаг, потому что больше оборотов, и шаг, соответственно, делается меньше. Но вся эта система несколько сложнее и менее понятна в каком-то ремонте. Хотя, насколько мне известно, довольно-таки система надежная. То есть у многих вот этих яхт здесь, яхты 70-х, 80-х годов, уже все вот эти бензиновые двигатели повыходили из строя, их все там меняли. У кого и дизельные были, многие повыходили из строя. А вот эти ВРШ, в принципе, они до сих пор стоят и до сих пор работают. Но, тем не менее, если с ней что-то случится, тут вообще не разберешься. То есть обычный винт как бы поменять там значительно проще. Здесь даже его просто вынуть из двигателя, из редуктора будет значительно сложнее. И все-таки, когда у нас на яхтах менялись двигатели на некоторых в яхт-клубе, то отказывались и от системы ВРШ. То есть она уже там другой редуктор, и она уже несовместима с ним. У некоторых винтов, как с регулируемым шагом, так и у складных, могут быть особенности поведения при маневрировании в марине. То есть когда вы переключаетесь с переднего хода, ну, естественно, с паузой в нейтрале на задний ход, потом, естественно, с паузой в нейтрале, передний ход, винты у вас должны поворачиваться, вот эти лопасти, в разное положение, по-разному складываться, раскладываться. Ну, смотря какая конструкция винта. Иногда это может происходить с ощутимыми задержками, к которым нужно привыкнуть. То есть вы дали задний у вас, сначала ничего не происходит, потом как-то такой более резкий получается толчок. То есть некоторые винты могут дать вам неожиданные эффекты при швартовках, и это тоже можно учитывать. Это не является какой-то неисправностью, просто особенностью работы конкретного механизма винта. С фиксированным винтом, где лопасти не меняют своего положения, конечно, здесь поведение более предсказуемое. Какую бы конструкцию ни имел наш винт, фиксированную, складную, регулируемый шаг, в любом случае он должен быть верно подобран и по всем остальным параметрам к нашему судну, двигателю, трансмиссии, режиму плавания. Если он установлен неправильно или имеет неправильные характеристики, мы столкнемся с массой проблем. Это и вибрация, это и перегрев двигателя, это перегрузки на трансмиссию, на двигатель, что в итоге ничем хорошим, естественно, не закончится. Закончится износом и преждевременным выходом оборудования из строя. Но также это может быть и просто неэффективность использования, когда у нас повышенные обороты, тяга маленькая, судно идет плохо. Поэтому подбор винта – это очень важное дело. Ну и правильно он должен быть установлен. Помимо всех проблем с несоответствием с двигателем и редуктором, есть еще три проблемы, связанные с попаданием воздуха к винту. Это у нас выход винта из воды, это вентиляция и это кавитация. Разберемся со всеми ими по порядку. Первое, самое простое для понимания, это когда винт у нас выходит из воды. С такими винтами, с интегрированными двигателями, это вряд ли произойдет. Это происходит на яхтах, где установлены подвесные двигатели. То есть это, как правило, маленькие яхты, которые стационарного двигателя не имеют. Сзади ставится подвесной мотор, такой же, как в моторных лодках. И на какой-то волне за счет длины судна нога вместе с винтом может выходить из воды. Поэтому для яхт, которые используют такие двигатели, используются двигатели с длинной ногой, чтобы сам этот редуктор был поглубже, должен подвес этого двигателя опускаться пониже, для того, чтобы винт был тоже как можно ниже и, соответственно, на волне не мог выходить из воды. Однако при сильном волнении это все равно неизбежно. И когда у нас винт будет подниматься из воды, соответственно, у нас он будет работать в холостую на воздухе, у него сразу же будут повышаться обороты, это будет такой рев сразу заметно. Естественно, судно будет замедляться, а двигатель работать в неоптимальном режиме и может перегреваться. Ну, по большому счету, с этим мало что можно сделать, кроме как переместить побольше груза и людей на корму, для того, чтобы она меньше поднималась из воды и винт больше заглублялся. Ну, и идти под углами к волне, как-то избегая выхода этого винта из воды. Такая проблема особо не грозит крупным яхтам, которые имеют стационарные двигатели и винты у нее находятся под водой. Это и прямой вал, и сейлдрайв, особенно сейлдрайв. Об особенностях прямого вала, который как здесь вот и сейлдрайва, мы говорили в предыдущем ролике, кто не смотрел, там очень интересно. Ссылочку прикреплю вот куда-то сюда, можно будет почитать, и будет она в описании, как и ссылки на всю серию подводной части яхты. Значит, этому винту у нас не грозит выход из воды. Следующая проблема – вентиляция. Она тоже вряд ли ему грозит. Это такой эффект, который связан с засасыванием воздуха с поверхности под винты. Это чаще происходит на моторных судах с мощными винтами, которые близко, ну, осадка маленькая, они близко к поверхности воды, и при вращении винта, то есть создается разрежение, воздух затягивается под винт, и получается, что винт как бы он под водой, да, но за счет вот его вращения, тут вот все бурлит, кипит, и туда воздух затягивается, и получается, что он частично в воздухе. Это плохо, у него снижается КПД, снижается эффективность, и сами вот эти пузырьки воздуха, они тоже работают как такие микровзрывы, которые постепенно этот винт повреждают. Опять же, для парусных яхт такое явление, как вентиляция, вряд ли грозит, когда у нас все-таки находится корпус, корпус тоже в воде, винт у нас под корпусом, то есть затягивание туда воздуха очень маловероятно. Но что может ему грозить, это явление кавитации. Кавитация, это тоже, когда у нас образуются пузырьки воздуха, такие заполненные паром, но образуется это вследствие просто самой работы винта в неоптимальном режиме, когда он создает за собой очень большое разрежение, то есть он выбрасывает сюда воду, и ему не хватает воды за ним, то есть создается как некий вакуум, вода как бы закипает, происходит такое кипение воды, образуются микропузырьки, там довольно сложная физика, мы не будем в нее сильно глубоко вдаваться, но смысл в том, что из-за неправильного режима работы винта, например, слишком больший оборот, на который он не рассчитан, у нас возникают пузырьки воздуха, пузырьки пара за винтом. Они схлопываются тоже, это как такие маленькие микровзрывы, которые ведут к появлению так называемых кавитационных ожогов на винте, то есть постепенно разрушают винт. Такой эффект может наблюдаться при резком превышении номинальных оборотов. Также к разрушению и повреждению винта ведет естественная коррозия электролитическая, поэтому на винтах устанавливают аноды. Мы видим здесь установленный анод, вот он. Анод это у нас такой жертвенный металл, который как бы берет коррозию на себя, всю вот эту электролитическую забирает на себя, он сам разрушается, но при этом остальные части системы, они страдают меньше. Соответственно, аноды нужно менять по мере того, как они постепенно исчезают. Видите, этот анод, он менялся на самом деле два сезона назад, но видно, что он особо не пострадал. Где-то в соленой воде, где-то где больше стоит яхт и больше каких-то токов гуляет по марине, они съедаются быстрее. Поэтому за состоянием анодов нужно следить, тогда с винтом тоже все будет хорошо. Ну, естественно, перед спуском на воду мы его почистим, чтобы он был свеженький, чистенький и лучше корродировал. Это его прямая задача – корродировать. Если анода у нас на винте не будет, соответственно, корродировать будет сам винт. А это плохо. Меняется анод очень просто. Здесь два винта, они выкручиваются, он разбирается на два полукольца, одевается новый и готово. Но сделать под водой эту процедуру, наверное, будет сложновато, поэтому, конечно, это делается, когда яхта поднята на суше. Также повредить винт, естественно, можно при столкновении с каким-то препятствием. Какое-нибудь бревно, которое как-то от корпуса оттолкнулось, попало на винт, тоже может нанести ему повреждения, в том числе как-то погнуть, загнуть лопасти. Если лопасти имели бы сильные повреждения, но вот здесь мы видим, что никаких повреждений нет, хотя этот винт здесь установлен уже очень давно, видите, с ним абсолютно ничего не произошло. Но если бы здесь были видимые повреждения, это бы сказывалось на вибрации, мы бы ее ощущали. Эта вибрация постепенно разнашивала бы у нас всю систему трансмиссии, ну и мы бы ее просто как бы теряли бы в комфорте при движении. То есть зачастую, если у вас на какой-то лодке вы чувствуете там сильные вибрации, это часто связано с повреждением винта. В этом случае винт, конечно, подлежит замене. Но на парусных яхтах винты повреждаются не часто, это по счастью, потому что у нас, ну здесь вообще полно килевая яхта, и винт здесь защищен корпусом, здесь довольно маловероятно, что в него что-то может попасть. Но и на яхтах с плавниковыми и кинжальными килями тоже маловероятно, потому что практически любое препятствие, оно будет этим килем, фальшкилем отброшено в сторону, и на винт вряд ли попадет. Наехать задним ходом на что-то тоже маловероятно, это разве что на катамаране можно сделать. Хоть у многих катамаранов стоит перо руля перед винтом, там это возможно, но все-таки он там неглубоко, и, в общем, наехать прямо на такое мелкое место, это тоже надо постараться. Поэтому повреждения винтов, такие механические на парусных яхтах, катамаранах, в общем-то довольно редкая проблема. А вот обрастание, это запросто. Я думаю, вы знаете, что весь корпус, вот он покрашен здесь, подводная часть, не обрастающей краской, специальной не обрастайкой. То есть это, по сути, такой некий яд, который препятствует налипанию каких-то ракушек, морских организмов, но и также меньше нарастает сюда каких-то водорослей, какой-то такой слизи, которая, ну, в любом случае везде плавает. На винт это тоже все постепенно налипает, особенно если яхта имеет долгие периоды стояния в марине, в яхт-клубе, не каждый день ходит, то на винте это тоже все будет сказываться. Есть много сторонников того, что винт не надо красить необрастающей краской. Я, честно, не знаю, какая там аргументация, с чем эта краска здесь мешает. Но могу сказать на своем опыте, я видел довольно много яхт у нас здесь по яхт-клубу, просто по весне походить посмотрите, или по осенью, пока там все еще не запечатано. Потому что многие одевают какие-то пакеты на винты, и не видно, но по весне, по осени вы можете походить и посмотреть. Винты, которые были покрашены необрастайкой, они все вот такие вот чистенькие, там, синие, черные, это зависит просто от краски, какая краска. Но винты, которые не красились, на них много вот какой-то слизи налипшей, естественно, это не улучшает его характеристики. Поэтому я лично винты крашу необрастайкой и считаю, что это правильный подход, по крайней мере, для парусных яхт. Если вы знаете аргументы, почему нехорошо красить винт необрастайкой, пишите их в комментариях, будет интересно. Переходим в следующую главу этого видео. Здесь мы поговорим уже о таких более конкретных ситуациях, с которыми зачастую сталкиваются их смены. И самая большая неприятность, которая обычно случается у многих свинтов, это то, когда на него что-то наматывается. Это может быть рыболовная сеть, это может быть какой-то швартов, муринг и в худшем случае какая-нибудь якорная цепь. То есть винт у нас вращается, мы на что-то наехали, оно сюда затягивается и наматывается. Это может быть как вина шкипера и команды, когда они осторожно швартовались, подсунули какой-то швартов, уронили, или муринг натянули под винт. Да, за этим непременно нужно следить, особенно при швартовке катамаранов, у которых винты еще разнесены, и там вообще рядом находятся эти муринги, и сами винты высоко. Ну и на однокорпусных яхтах также. Бывает, когда сбрасывается муринг с носа, не проследили, чтобы он утонул, и яхта, проходя мимо, его цепляет, наматывает. Получается, что мы остановлены без движения, прямо где-то в стоянке яхт. Но иногда это никак не связано с тем, как мы там неосторожно действовали, с какими-то ошибками, мы можем идти просто в условиях недостаточной видимости, ночью, да и даже днем. Никто не стоит постоянно на носу и не смотрит в воду. А там может плавать какая-то сеть, какой-то буйок, какие-то рыболовные снасти, которые иногда просто по-разглядяйски поставлены, где попало, никак не отмечено. А иногда просто вот их откуда-то снесло, оторвало, и вот они дрейфуют, плавают. Какой-то мусор, какие-то пакеты, еще что-то. Все, что угодно, может плавать в воде и намотаться на винт. Иногда вы ни в чем не виноваты, но такая история, она случилась. Что может произойти? При наматывании чего-то такого мощного, типа веревки, каната, у нас может винт просто заблокироваться и, соответственно, двигатель у нас заглохнет. Ну, такие случаи известны, когда капитаны пугались, что что-то там заклинило, случилось с двигателем, и это прям страшная поломка. Все. На самом деле, зачастую это не так. С двигателем все нормально, он не может завестись и работать, потому что заблокирован винт. И все, что нужно сделать, это убрать то, что его блокирует. То есть, для этого нужно нырять, ну, в худшем случае поднимать яхту, если какая-нибудь якорная цепь сюда намоталась, скорее всего, это только подъемом можно решить. Но в большинстве ситуаций достаточно нырнуть, распутать, либо обрезать то, что на винт намоталось. Наибольшую проблему это представляет для сейлдрайвов. Об этом мы говорили в предыдущем видео про сейлдрайвы. Значит, там это может повредить еще подшипники и будет попадать вода в редуктор. Но сейчас мы говорим конкретно о винтах. Винт это может заблокировать. В любом случае, даже если винт не заблокирован, нам все равно это все нужно оттуда снять, потому что будет наматываться дальше. Будет это у нас здесь все тереться, все прожигать нам какие-то сальники дальше. То есть, в любом случае, если мы что-то намотали, то лучше поскорее двигатель остановить по возможности, нырять и эту проблему решать. Поэтому навыки ныряния для их смены, они тоже важны. Когда вы расширяете какие-то свои опознания, свои умения в области управления судном, я вам рекомендую тоже улучшить свои нырятельные навыки. Даже люди, которые хорошо ныряют в спокойных условиях, там где-то на пляже, когда тепло. А здесь это может случиться, когда вы уже устали, когда вы уже замерзли, ночью в мутной воде, на волнении, и все будет совершенно по-другому. Не забывайте, что у вас еще корпус будет над головой, когда вы будете здесь что-то делать. И все-таки вы нырнули не рыбок рассматривать, а какую-то толстую веревку здесь ножом резать. Поэтому здесь нужно тренироваться. Как я для себя решал эту проблему, я думаю, что в одном из следующих видео я расскажу, тоже будет интересно. И вот это вот наматывание на винт, это, наверное, основная такая нештатная ситуация, с которой сталкиваются их смены при хождении на яхтах. Что касается совершенно штатной особенности, это эффект заброса кормы, с которой каждый их смен рано или поздно так или иначе столкнется. На разных яхтах она выражена по-разному. Где-то ее можно так особо не учитывать, но где-то не учитывать ее не получится, потому что этот эффект будет очень сильный. И он особенно проявляется при швартовках и особенно при движении задним ходом, когда яхта только начинает свое движение. Что это такое? Винт. Мы говорили в начале видео, что винт у нас имеет направление вращения. То есть он у нас вращается в какую-то определенную сторону при движении передним ходом. То есть в данном случае у нас винт левого вращения, вращается он вот так вот против часовой стрелки на переднем ходу. Когда мы включаем задний ход, он у нас начинает вращаться в обратную сторону и толкает воду, соответственно в обратную сторону. С несколько меньшей эффективностью, потому что задумывался он все-таки как винт для переднего хода. Но тем не менее, вращается он здесь противоположно, то есть по часовой стрелке это задний ход. А в чем же здесь проблема? Дело в том, что помимо того, что винт толкает яхту вперед, он еще будет задавать ей некое смещение в сторону, влево либо вправо, смещение кормы. Связано это с тем, что лопасти имеют разную эффективность, то есть в нижней части у нас толчок происходит более сильный, чем верхний. Там довольно сложная гидродинамика, вряд ли я ее смогу хорошо сейчас объяснить. Смысл в том, что нижняя часть лопасти гребет у нас эффективнее, чем верхняя. Это связано и с там, со строением корпуса, и с заглублением в более плотную воду. Суть в том, что этот эффект у нас есть. Как он проявляется? Когда мы начинаем движение и даем газ вместе с включением передачи, у нас яхта не только начинает двигаться вперед, но ее корма начинает в какую-то сторону смещаться. Вот в то, в какую сторону она начинает смещаться, зависит от вращения винта. Как это определить и как это запомнить? Когда вы не знаете, какого вращения у вас винт, яхта у вас стоит пришвартованная, она натянута швартовая, она никуда не денется, вы можете, проверив, что ничего не плавает рядом в воде, включить передачу, дать немного газу, какие-то средние обороты и просто посмотреть снизу на воду. Вы увидите, что больший поток воды отбрасывается в какую-то сторону, левую, либо вправую. Соответственно, таким образом вы поймете, куда у вас будет забрасываться корма. Если вы включили передачу, увидели больше бурления воды с правой стороны на переднем ходу, значит винт у вас левого вращения, значит он корму будет двигать влево. Даже вам тут не так важно левого или правого вращения, если вы забыли, важно то, что корма будет сдвигаться противоположно вот этому отбрасыванию потока воды, что в принципе логично. То есть вы отбросили воду туда, значит корма пойдет туда. Если вы включили заднюю передачу, у вас все будет наоборот, только уже это бурление будет не прямо там у кормы, а чуть-чуть вот ближе к средней части яхты. То есть отбрасываться вода будет либо вот туда, либо вот туда. Если направление вращения винта вам известно, то определить вообще все очень просто. И например, есть ряд билетов, когда вы сдаете экзамен в инспекции маломерных судов в ГИМСе, есть вопросы с этим связанные. Как здесь понять? Мы можем представить себе этот винт в виде некого колеса. А всю корму яхты при взгляде сзади представить как некую тележку с одним колесом. И вот представьте, что колесо у нас вращается вот таким вот образом. Куда у нас будет ехать эта тележка? Она у нас будет ехать вот туда, естественно. Как будто бы он вот здесь отталкивается от поверхности земли. То есть вот этот грибок мы не считаем, считаем вот этот. Вот этот нас отталкивает. То есть если винт вращается у нас вот так, в данном случае для этой яхты это задний ход, у нас корма будет смещаться вот туда вправо. Если винт у нас вращается вот так, для данной яхты, поскольку здесь винт левого вращения, это будет передний ход, то у нас представьте, опять же, что это колесо, что здесь поверхность земли, вот так оно от земли отталкивается, 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 соответственно, у нас происходит смещение в левую сторону. Давайте это еще нарисуем, чтобы было еще понятнее. Итак, нарисуем нашу яхту, вид с кормы. Всегда, когда мы определяем направление вращения винта, это когда мы смотрим с кормы, смотрим вперед, как мы движемся, то есть по ходу движения смотрим. То есть мы видим корму, здесь видим винт. Представим, что мы говорим об этой яхте, здесь винт у нас слева вращения, то есть он вращается у нас влево, против часовой стрелки при движении вперед. Давайте здесь еще нарисуем яхту вид сверху. То есть это вид сзади будет, это вид сверху. Винт у нас вращается на переднем ходу, то есть яхта должна двигаться вот туда. Винт вращается вот таким вот образом. Мы помним, что нижняя лопасть работает эффективнее, то есть больше воды отбрасывается вот здесь вот. Вода отбрасывается вот сюда, соответственно, у нас упор, и яхта будет двигаться вот сюда. Мы увидим больше бурления вот с этой стороны, чем вот с этой. То есть вот примерно как-то так это может выглядеть. То есть мы понимаем, что сюда отбрасывается больше воды. Корма у нас будет тенденцию иметь смещаться вот сюда. Оно, соответственно, будет иметь тенденцию смещаться вот сюда. То есть вот такой вот подворот может происходить. Можно это представить в виде колеса, мы говорили. То есть вместо этих стрелочек мы представляем, что у нас вращается колесо. Вот так вот оно вращается. Здесь представим, что у нас находится земля. И куда у нас поедет вот эта вот тележечка при таком вращении колеса? Естественно, поедет она в эту сторону, как мы с вами и определили. А теперь нарисуем такую же картинку для заднего хода. Такой же вид сверху. А теперь мы включили ход назад, и яхта у нас в теории должна двигаться вот туда. Но она у нас привязана, допустим, в марине стоит, поэтому она не движется. Винт у нас вращается в обратную сторону, поскольку это винт левого вращения, то на заднем ходу он будет вращаться наоборот, вправо, то есть по часовой стрелке. Соответственно, вспоминаем, нижняя лопасть у нас толкает больше, значит, больше воды будет отбрасываться вот сюда. Только теперь мы увидим бурление где-нибудь вот здесь. А здесь его, ну, может быть, вообще не будет. Здесь какой-то поток воды мы увидим. И, соответственно, у нас будет тенденция кормы сдвигаться вот сюда. Ну, а оно, соответственно, вот сюда при движении. Также мы можем представить здесь колесо. Вот у нас вращается колесо, и мы смотрим, куда у нас поедет вот эта часть, если мы представим ее с землю, и по ней едет колесо. Поедет, естественно, вот сюда. То есть точно так же, как мы с вами это и нарисовали. Для таких есть ряд таких вопросов. В них есть нюансы, есть вопрос с ошибкой. Либо в формулировке, либо в ответах. Поэтому, если вы готовитесь к экзамену и смотрите вот эти билеты, там может это не сходиться. У меня есть отдельное видео на канале про ошибки в билетах ГИМС. Где именно ошибки, где именно либо некорректный вопрос, либо некорректные ответы на него. Ссылочку прикреплю в описании. И вот сюда вот ее тоже повешу. То есть это может быть полезным. Еще к плюсам складных винтов можно добавить, что при ходе под парусом, поскольку он у нас сложен и имеет более обтекаемую, более гидродинамическую форму, меньше шанса, что что-то у нас на него налипнет, намотается, там застрянет какая-то веревка, пока мы двигаемся под парусом. Но в разложенном состоянии, конечно, с этой точки зрения разницы нет. Иногда в целях борьбы с наматыванием чего бы то ни было на винты, особенно в регионах, где много рыболовства такого стихийного, нерегулируемого и много сеток всяких плавает, ставят резаки на винт. То есть ставятся они вот куда-то сюда, вот где у меня стоит анод. Здесь ставятся за винтом такие лезвия, которые призваны не сильно мешать ходу по двигателям, но при наматывании чего-то они вращаются и обрезают вот эти веревки канат. Здесь в наших краях я ни одного такого резака не видел, но они существуют и, в принципе, ряд яхтсменов ими пользуются. С завода, с верфи такое не ставится. Я ни разу не видел на заводских исполнениях. Это уже владельцы лично, кто принимает решение их устанавливать, устанавливают. Есть у них, естественно, там тоже какие-то свои минусы, но могут они помочь в случае наматывания каких-то канатов и их обрезать. На этом, я думаю, что на сегодня информации достаточно. Надеюсь, что-то интересное и полезное для себя вы в этом видео нашли. Если так, буду благодарен за лайк и подписку. Это очень помогает создавать новые видео и развивать канал дальше, делать для вас следующие выпуски, рассказывать вам что-то еще интересное о яхтах и о яхтинге. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До встречи в море, до встречи в следующих выпусках. Пока!